Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня будет такое кратенькое видео о том, какая серия видосиков будет выходить в ближайшие 2-3 месяца, наверное, на моём канале. Это видео не связано, будут со Star Stable, к сожалению, но Star Stable будет выходить где-то больше, где-то меньше, но всё равно постараюсь не забывать и выпускать по этому видео. Это же будет серия видосов про мои масштабные новогодние подачки, да, и впервые в жизни у меня сейчас будет самая маленькая ёлка, которая вообще была когда-либо, она ниже меня, мне это очень сильно непривычно, потому что я прыгла громоздким ёлкам аж под потолок, и в этот Новый год у меня, получается, самая маленькая в моей жизни будет наряженная вот такая вот симпатичная ёлочка. Кстати, на ней висят игрушки из, по-моему, киндер-сюрпризов, из коллекции Холодное сердце, но неважно, и речь не об этом. Речь о том, что маленькая ёлочка, но в этом году у меня просто большущая куча подарков под этой ёлочкой накопилась, точнее, ещё копится, да, да, я подарки сама себе покупала на Новый год, ну, просто потому что я могу их сама себе позволить, допустим, те люди, которые обычно мне дарят новогодние подарки, скажем так, а я знаю, что сейчас у них там год такой плохой, и у них проблемы по этим подарок от кого-либо ждать не придётся, я решила, что раз у меня сейчас есть возможность, нужно подарками заваливать саму себя, и, значит, может быть, кто знает, может быть, нет, я, в принципе, я душевный ребёнок, и я люблю игрушки, дракончиков, лошадок, кто-то знает, что у меня есть маленькое, правда, колецо в фигурке шклях, там, в перемешке с папо, с ещё какой-то фирмой, но не об этом идёт сейчас речь, но раз в семь лет, я прям посчитала, села раз в семь лет, вот в семь лет, у меня случается бум на кукол Барби, последний раз такой, ой, нет, не на кукол Барби, а на кукол в принципе, то есть в детстве, да, я играла в куклы, это были Барби, подделки Барби, Братс, Баби Борн, здравствуйте, тоже самое, вот, и потом, когда я пошла в первый курс колледжа, то, вот сейчас это было, вот, от нынешней точки это было семь лет назад, бум на Монстр Хай, у меня до сих пор стоят абсолютно все куклы, которых я когда-то смогла себе купить, причём все купленные в официальных магазинах, кроме одной, одну я купила, я помню, на ярмарке-сходке по Монстр Хай, и даже видела меня крыську, боже, какие старые времена, это было так давно, вот, и в какой-то момент я смогла купить себе одну куклу, одну? Да, я смогла себе купить одну куклу Барби, это была кукла из, честно, я не помню, как называется точно серия, но она выглядит вот так вот, это такая вот красоточка, наверное, из коллекции какая-нибудь мода, честно, я никогда особо не запоминала, какая кукла из какой коллекции, особенно в таком давнем вообще времени, я тогда купила по распродаже, но и всё. Сейчас прошло семь лет, у меня начался следующий бум на кукол, именно кукол Барби, бум прям просто мощнейший, то есть всё, что вы видите, вот эти вот коробочки, вот, ну, не считая вот этих вот, потому что ёлочки, ай, снегурку задела, ёлочке нужно на что-то стоять, это просто коробки, а всё остальное вот там вот за этими сидящими милыми куколками Барби, это всё мои подарки на Новый год, но и правда там одна кукла не моя, ну, моему молодому человеку, потому что он любит просто очень шарнирные фигурки, куклы, поэтому она ему очень сильно понравилась, вот, а так в основном здесь всё будет мне, и есть ещё одна коробка, которая лежит не под ёлочкой, она там, заныканная пока что, вот, и я думаю, до Нового года ещё эти коробочки успеют прибавиться, вот, но, почему это видео я хочу назвать таким трейлером будущих серий видео, потому что я не буду распаковывать все эти коробки разом, иначе я не получу удовольствие от каждой куколки по отдельности, то же самое, в принципе, как я и говорила вам всегда в ССО, не покупайте всех лошадей сразу, не тратя все свои старкоинсы, если, допустим, вы не хотите, а, если вы хотите прочувствовать каждую лошадь по отдельности, то же самое я хочу сделать и со всеми этими коробочками, со всеми этими куколками, потому что я их покупала не от балды, то есть у меня было время подумать, плюсы и минусы этих кукол, и даже некоторых кукол я, в принципе, изначально не хотела себе покупать на Новый год, я думала обойтись, ладно, вру, на самом деле, кукла, которая здесь точно, я думаю, не сможет появиться до Нового года, это куколка БМР 1959, это кукла Кен шарнирный, я, к сожалению, не успела, я могла его купить, причем мне было ехать до места, где я могла его забрать всего лишь час, всего лишь час, ну, ради елки редкой куклы всего лишь час, поехать не жалко, но я не успела, я слишком долго думала, и в итоге эту куклу на Детском Мире распродали, и я пока не могу ее заказать, ну, тогда, в других листах она сейчас жутко дорогая, поэтому, наверное, буду ждать ее появления на сайте, и, может быть, потом куплю, потому что у меня получается, что у меня есть один и единственный Кен, он на даче, и он старый, не шарнирный, из очень такой древней коллекции, по-моему, Пляж или Спасатели, как-то так она называлась, и да, я опять в своих сквозных очках, просто потому что захотелось на видео быть в очках рядом с вами, вот. И почему бум на кукол, почему это такой сильный бум, я не знаю почему, я не знаю почему, просто потому что в какой-то момент я... У меня эти куклы, кстати, они сейчас у меня все стоят, сидят на полочках, кроватка там к ним есть, я нашла все вообще аксессуары, которые у меня были, и которые у меня остались, ну, почти все, кроме там каких-то самых старых, которые остались на куклах, которые на даче, они почему на даче, потому что я их, наверное, не нашла под завалом всех остальных вещей, и я посмотрела на них, мне резко захотелось с ними возиться, их трогать, с ними вот играться, ну, точнее, нет, если честно, называйте меня ребёнком, как хотите, хотя, я думаю, те, у кого есть коллекции фигур к шклях, лично вот один человек у меня такой есть, который сидит иногда, смотрит на свою коллекцию, и ему хочется, как в детстве, сесть и поиграться с ними, а проблема в том, что мы сейчас не понимаем, как так вот, что, как, это нужно сделать, чтобы сесть и поиграть в куклы. Я один раз, по-моему, смогла воссоздать ситуацию игры в куклы, но это было, правда, через онлайн, то есть мы с подругой сели в скайпе, в Старстейбл, и начали озвучивать своих персонажей, диалогов, если честно, это было очень круто, но всё-таки в онлайне это очень тяжело, потому что ты втягиваешься, и ты начинаешь, начинаешь, продолжаешь, и это очень тяжело. Вот, я уже, наверное, сколько, вторую неделю я начала вот сама шить костюмчики куклам, может быть, они, правда, не самого идеального кроя, аккуратности, но, кстати, вот, вот-вот-вот, допустим, вот, вот эту кофточку и вот эти вот штанишки я сшила сегодня за один день. Я закупывалась некоторыми материалами Леонардо, мне это очень понравилось, вот, и мне прям доставляет удовольствие сидеть сейчас, сшить куколкам, хотя, я понимаю, я сшила, по-моему, за две недели комплекта, так, значит, для сиреневых мне ничего, штанишки, но, получается, я сшила четыре комплекта одежды, да, за две недели я сшила две, четыре комплекта, плюс ещё у меня одно платье там где-то в процессе, но, знаете, вот я так думаю, что, о, шикарно, всё так хорошо идёт, процесс идёт, за один день я могу вполне соштампать, сшить костюм, или, там, в течение двух дней я могу сшить готовый костюм, но тут я понимаю, что вот эти вот милые куколки, которые лежат у меня под моей любимой в данный момент единственной и драгоценной ёлочкой, они разного телосложения, в которых вы потом увидите, если, конечно, напишите комментарий и будете ставить лайки, что вам интересно, и вы бы хотели видеть мою физиономию, и при этом эмоции на распаковку кукол Барби, потому что здесь только Барби, просто куча разных Барби, вот, и меня, если честно, руки чешутся, их уже начать открывать, но я держусь, я держусь изо всех селёшенок, чтобы это не сделать, вот, так что, если вы будете писать комментарии, и что если эта идея, в принципе, вам интересна, то с нового года, наверное, это растянется всё, январь на весь, наверное, на весь январь, февраль, то, получается, сколько, может быть, раз в несколько недель я буду делать распаковку на каждую этих куколок, я безумно бы хотела открыть всех их сразу, указанную, тогда я не смогу прочувствовать любовь к каждой плодельности, вот, тем более, что на день рождения у меня там свои мысли на этот счёт пошли, я надеюсь, эти мысли не угаснут, вот, и на самом деле по поводу дня рождения там, меня уже спрашивают, что я хочу, а я развожу руками, потому что я непонятка, что я хочу на день рождения, ну, понятное дело, посидеть с любимыми и дорогими мне людьми, но в качестве подарка пока не знаю, потому что сейчас, welcome to Barbie, а может быть, вот я, я не знаю, ближе к дню рождения у меня опять наш шлях переключится, или меня переключится на, не знаю, SK Star Stable, или, здравствуйте, Sims 4, да и, в принципе, есть много мест, где я могу сделать себе, а, простите, крошка в глаз попала, а, а, где я могу себе там подарки какие-то сделать или какие-то покупки, донатики, да, донатики, донатики это зло, но иногда очень хочется в качестве подарка, вот, в общем, вот такая вот, такой вот вступительный видосик, с такой ёлочкой, с такими мини-кими кукольками, да, если, кстати, кто не знает, или, может быть, если кто-то увидел, ну, хотя, я не знаю, увидеть тут вообще это возможно или нет, вот эти вот с коричневой коробочки, это всё Барби Би М Р 1959, потому что шикарные куклы, шикарные аутфиты, хотя, если честно, пока что здесь нету ни одной куклы, которую я буду в будущем переделывать, но если дополнится ещё две куклы, которых я хочу ещё дополнить, просто потому что мне они, в принципе, понравились, вот, я их буду кастомизировать, там, менять макияж, волосы, просто потому что в оригинальной своей версии мне они не очень сильно нравятся, вот, поэтому буду, наверное, потом ещё и их менять, и если вы тоже хотели бы видеть, как я буду кастомизировать каких-то будущих кукол, хотя вот у меня, кстати, сейчас ещё сидит одна в Monster High на кастомизацию, если вы, кстати, хотели бы ещё и увидеть видео, ну, мало ли, может быть, кому-то зайдёт мои видосы про кукол, может быть, вам захотелось бы больше видео, в принципе, не по ССО, а что-то от меня, но тоже связанное с детством, а у меня, в принципе, есть видео, я могу снять по куклам, по распаковочкам, вот, так что просто всё зависит от того, если вы этого хотите, то пишите комментарии, ставьте лайки, но лучше пишите комментарии, что да, нам это интересно, предлагайте свои идеи, я буду их читать, я прислушиваюсь, вы знаете, что сейчас, в последнее время, кстати, благодаря приложению управления каналом на Ютубе, я стала чаще проверять свой канал, смотреть, сколько подписчиков, и, кстати, их уже, их уже за 450 перевалило, вот, так что надо будет, наверное, видосик снять, ну, или я сниму видосик на 500 подписчиков, если, я, если честно, думаю, что на 500 сниму, вот, так что вот такой вот видосик, я вам подкидываю, пишите свои комментарии, хотите вы, или предлагайте свои идеи касательно всего этого, но до Нового года, вот, что касается именно с Барби, видосиков больше не будет, максимум, что я могу снять, так это, к примеру, коллекцию моих кукол, кукол, ну, хотя, я не знаю, есть ли смысл, каркты у моих кукол на данный момент, что у меня есть вообще связанные с куклами на данный момент, или, в принципе, какие-то коллекции, которые у меня есть, правда, кроме драконов, но просто потому, что драконы сейчас находятся на другой квартире, к сожалению, я их в данный момент не пощупать, не посмотреть не могу, потому что они, наверное, находятся на другом конце Москвы от меня, вот, так что, я бы сказала свое любимое прощание Star Stable, но в данный момент она не подходит, поэтому не забывайте протирать свои полочки, смахивать пыль со своих любимых коллекций, со своих любимых вещичек, и не забывайте иногда вспоминать, каково было все это в детстве, потому что это очень круто было, иногда можно в этом моменте, в этот момент окунуться сейчас, так что, всем пока, удачи вам, и увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!